Да, да, кстати, да, как раз слева может быть. Всем привет! Меня зовут Алина Жучко, я дизайнер интерьера. Сегодня я расскажу вам об ошибках, которые можно допустить при ремонте. Эти ошибки я разбила на два блока, и сегодня я расскажу о тех, которые касаются электрики и сантехники. Предлагаю запастись ручкой и листиком, чтобы все-все записать. Итак, первое. При планировке спальни не учитывают габаритные размеры мебели. Когда речь заходит о кровати, мы зачастую думаем о размерах 160 на 200, 180 см на 200, либо про огромную кровать 200 на 200. Но зачастую габариты кровати отличаются от размеров спального места. И это обязательно нужно учитывать при разводке электрики. То же самое касается остальной мебели, например, дивана в гостиной. Мы должны обязательно знать высоту спинки, длину дивана, чтобы правильно развести электрику по бокам и не задеть никакой декор, который находится над спинкой дивана. Сейчас вы видите на экране визуализацию спальни одного из моих проектов. Тут наглядно видно прикроватная тумба, торшерная, расположенная на прикроватной тумбе. И возникает вопрос, где разместить розетку для подключения торшера. Так как справа от прикроватной тумбы шпанированная панель, слева от нее и за ней находится ниша для радиатора, то, в принципе, вариантов немного. Вот этот узенький промежуток стены между нишей для радиатора и шпанированной панелью мы используем для размещения розетки. Но для того, чтобы это сделать, нам нужно было предусмотреть размеры прикроватной тумбы, предусмотреть декор на стене, предусмотреть размеры кровати моделей. То есть, еще раз возвращаясь к тому, что я сказала выше, нужно обязательно заранее выбрать мебель и прикроватную тумбу. Идем дальше. Обязательно испытывайте высоту рабочей поверхности до покупки кухни. Естественно, есть общие стандарты эргономики, но нужно понимать, что все люди разные. Кто-то ростом 160 см, кто-то 175 см, а мужчины зачастую и больше 180 см. Поэтому обязательно нужно примерить на себя высоту рабочей поверхности перед тем, как заказывать кухню. То же самое касается высоты размещения розеток, выключателей и всех смесителей. На иллюстрации вы можете наглядно наблюдать, как высота рабочей поверхности зависит от роста человека. Следующий пункт – это безопасность электропроводки. Обязательно об этом думайте заранее. Используйте только влагостойкие розетки и кабели. Они нужны во влажных помещениях с перепадами температуры. Продумывайте заранее правильный сценарий освещения, ведь именно от него зависит грамотная разводка электрики. Как правило, это основной свет на потолке, функциональный свет в рабочих зонах и, по желанию, какой-то декоративный свет. На иллюстрации вы можете наглядно рассмотреть правильный сценарий освещения. Тут предусмотрен основной свет на потолке, подсветка рабочей поверхности, то есть функциональный свет, и подсветка обеденной зоны. Идем дальше. Очень важно правильное расположение телевизора. Никогда не предусматривайте расположение телевизора на стене напротив окна. В противном случае будут создаваться блики, которые будут мешать вам смотреть телевизор. То же самое касается продуманного подключения всей техники, которую вы хотите расположить под телевизором. Это колонки, приставки, усилители и так далее. У нас есть наглядная иллюстрация подключения телевизора и колонкой под ним. Мы видим, что здесь пустая стена, не видно ни кабелей, ни розеток, ничего. В данном случае был предусмотрен пустотелый профиль, который был вмонтирован в стену, через который были проведены все провода. В таким случае мы получили красивую стену без кабелей, которые идут по ней, которые портят весь вид. Идем дальше. Очень важен правильный монтаж выступающих накладных спотов на потолке. Так, чтобы они не мешали открыванию шкафов, открыванию верхних шкафчиков кухни и открыванию рядом расположенных окон. Очень часто такие ошибки мы встречаем на балконах. Зачастую балконы имеют ширину 120 сантиметров. Окна, располагающиеся на балконах, имеют ширину 70-80 сантиметров. И при расположении спотов на потолке по центру балкона, то есть 60 сантиметров от стены, окна наши не открываются, потому что они задевают споты. Обязательно предусматривайте это при выведении электрики под накладные споты на потолках. Следующий момент это расположение модема, электрического щитка и домофона. Зачастую об этом не думают заранее. И, как правило, в самый неподходящий момент домофон оказывается за шкафом, либо электрический щиток оказывается за местом крепления зеркала. Не совсем приятная ситуация, поэтому думайте об этом заранее. На картинке мы видим большой шкаф во входной зоне квартиры. Как правило, застройщики оставляют домофоны возле входной двери. В данной ситуации у нас нет возможности разместить домофон возле входной двери. И заранее об этом подумав, мы разместили его над консолью, которая располагается немножко дальше от входной зоны. Еще очень важный момент это то, что электрический щиток заведен в шкаф, к нему есть доступ и при этом он спрятан от лишних глаз. Очень важно заранее предусмотреть все необходимые в быту розетки. Зачастую забывают о розетках на балконе. Очень важно провести много розеток над кухонной поверхностью в кухне. Они никогда не бывают лишними. Очень важно предусмотреть розетки в ванной для подключения фена и пловек. Очень важно предусмотреть все розетки для подключения бытовой техники. То есть стиральные машины, посудомоечные машины, холодильники, варочные панели, кофемашины и так далее. Следующий пункт это использование проходных выключателей. Это очень удобно при входе и у кровати в спальне, когда ты можешь выключить свет, не вставая с кровати. Либо включить его. То же самое касается и длинных коридоров. Еще очень интересный момент это использование датчиков движения. Это хорошая вещь при использовании в коридорах, на лестницах. Но никогда не используйте это в таких помещениях, как санузел, ванна и так далее. Потому что когда вы будете там находиться, датчик движения может не сработать и свет отключится. И последний пункт на сегодня это продуманное подключение сантехники. Вы заранее должны определиться с моделями смесителей. Будут ли они скрытого монтажа, либо будут они накладные. Для этого вам нужно знать, какая раковина у вас будет. Опять же, накладная либо встроенная. От модели раковины зависит высота столешницы. Если это накладная раковина, столешница у нас будет располагаться ниже. Соответственно, выключатели тоже будут располагаться ниже. Вам нужно заранее определиться с моделью раковины. Так как в зависимости от моделей предусмотрен разный монтаж смесителей. Есть раковины, которые предусматривают монтаж смесителя непосредственно на нее. Есть раковины, которые предусматривают смесители рядом с раковиной непосредственно на столешницу. Есть смесители скрытого монтажа. Все эти нюансы нужно предусматривать заранее, а еще помимо этих нюансов есть много-много-много других. Поэтому, ребята, если вы не уверены в своей комитетности, вам лучше обратиться к профессионалам. Вы, конечно же, можете разобраться с этим всем, но вопрос, сколько времени это все займет. С другой стороны, вы можете разобраться во всем лично, оставаясь с нами на нашем канале, ведь у нас всегда огромное количество полезной информации. Субтитры сделал DimaTorzok